Рабочая инструкция это инструмент предельно практичный. Он написан коротко. Это пишется для одного сотрудника. В чем удобство? Мы написали буквально на двух-трех листочках эту инструкцию. Это может быть 20-30 пунктов, которые описывают конкретику, отвечают на вопрос, что, когда и как он должен делать. Здесь нет никаких лишних слов, нет никаких лозунгов, что должен ходить, смотреть, наблюдать, анализировать, а конкретно, когда он это делает, каким образом он это делает. И, конечно, это нужно создавать вместе с самим сотрудником. Например, менеджер по работе с постоянными клиентами. Что мы должны отразить в такой инструкции? Общие положения это его сведения о рабочем времени, о его подчиненности. Мы часто туда прикладываем еще орг структуру, потому что часто сотрудникам непонятно, особенно новым, кому он подчиняется, кому он отчитывается, какой у него график. Бывают разные мнения на этот счет. Дальше описываются ежедневные обязанности, еженедельные, ежемесячные. Если это руководитель, то его инструкция содержит гораздо больше обязанностей еженедельных и ежемесячных, очень мало ежедневных обязанностей. Если исполнитель, то наоборот, мы видим, что у него ежедневных обязанностей здесь гораздо больше. И, соответственно, нужно смотреть, как выглядит такая рабочая инструкция. То есть, допустим, 14-й пункт ежедневных в течение рабочего дня. Менеджер контактирует не менее чем с 5 уже имеющимися клиентами, поддерживает с ним контакт. Вы можете здесь поставить ту цифру, которая будет адекватна вашему бизнес-процессу. И таким образом, читая эту инструкцию, составляя ее вместе с самим сотрудником у всех, возникает четкое представление о том, чем же он занимается с утра до вечера еженедельно по понедельникам, вторникам и так далее. И он становится таким документом настольным, на который сотрудник может всегда опереться, посмотреть. И это то, что знает и он, и его руководитель. Что именно в это время он занят вот такой активностью. Эту инструкцию очень легко контролировать, очень легко обновлять, очень легко ее доводить до нового сотрудника.